Радиационная угроза родом из СССР ликвидирована. В пятницу журналистам рассказали о работе по реабилитации объекта «Глобус-1», расположенного в Кенишемском районе на левом берегу реки Шача. Он создавался в 1971 году с целью глубокого сейсмического зондирования земной коры при помощи ядерно-взрывных технологий. Во время взрыва произошла нештатная ситуация, в результате которой был выброс радиоактивных глины, песка и воды. В 1975-76 годах были приняты работы, были проведены работы по частичной детективации заряженной территории, проборены исследовательские скважины, организован необустроенный пункт хранения РАО, то есть радиоактивных отходов. Однако работа эта носила скорее поверхностный характер, а период традиционной опасности отходов данного типа – 160 лет. Привести территорию в безопасное состояние как для населения, так и для окружающей среды удалось лишь спустя 44 года. Гоззаказ выполняла организация Росрау. Общий объем финансирования выделен на 270 миллионов рублей. Данный контракт был разделен на два этапа по годам – 2017-2015 годы. Сначала мы ликвидировали скважины, были выполнены буровые ликвидационные работы, проводились геофизические исследования скважин, для того чтобы понять, в каком месте нарушено заколонное пространство скважин, по которому высачивались радионуклиды из центральной зоны взрыва. Все эти работы были выполнены, скважины ликвидированы, и в соответствии с нормативными документами на них выполнены бетонные тумбы, оголовки. Необустроенный пункт хранения радиоактивных отходов. Была произведена выемка оттуда грунта, его сортировка, то есть на чистый радиоактивный грунт. Радиоактивные отходы все были затарены в контейнеры и вывезены специализированным транспортом для хранения на нашей специализированной площадке. На территорию объекта привезли чистый грунт. Теперь «Глобус-1» не представляет опасности ни для людей, ни для природы. Если раньше в донных отложениях были остатки радиоактивных веществ, то последние экспедиции 2008-2014 года в этом году показали, что в донных отложениях реки Шачи остатков даже радиоактивных веществ следы отсутствуют. Поэтому вся совместная работа позволяет сказать, что радиационная обстановка на данном объекте была как бы квазистабильная, переходит в стабильную. Кроме того, норме соответствуют пробы почвы, растущих на ней грибов и растений и даже коровьего молока. Но в покое «Глобус-1» не оставят, будут проводить ежегодные мониторинги объекта. Наталья Гутарина, Алексей Гарин, РТВ Иваново.